Продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова на рубеже двух эпох. Господство государства над церковью, психологии царских и высших кругов, действительно было к общему горю. А царь Павел даже провозгласил себя главой церкви. Конечно, никто и никогда из верующих, начиная с митрополитов и кончая простым, силиком не только не признавал на деле, но даже и в уме не верил этому главенству, как веруют, например, католики своего папу. А мы в тёлах даже никогда не слыхали об этой дикой вещи, и если же бы и услышали, то нам она показалась нелепой и пустой. Мирянин без рясы, хотя бы и сам царь, и какой же он глава в Христовой церкви, смешно. И напрасно католики обвиняют нашу церковь в цезарепопизме, будто главой её был цезарь, царь, и что без царя церковь жить не сможет. Никогда мы церковь этому не верили. Я в детстве и юности даже не слышал об этом. А когда узнал из книжек, то не обратил ни малейшего внимания, как на негодную и мёртвую попытку вмешаться, не своё дело. А мужики и совсем не слыхали. Пришла революция, ушли цари, а церковь живёт по-прежнему к недоумению обвинителей католиков. Но в высших кругах действительно была утеряна связь с духовенством. Там крепко жила идея, что государство выше всего, а в частности и церкви. А за придворными кругами шли аристократические по подражанию и ради выкат. Вместо же влияния духовенства в придворную сферу проникало увлечение какими-нибудь светскими авантюристами, спиритами или имел и силу оберпрокурор. А душа всё же искала религиозной пищи и утешения. Приходило читать, что до Распутина был при дворе какой-то проходимец-француз Филипп. Или Филиппе, всё равно. И вот является теперь непривычной и далёкий архиерей. Незначительный и скромный батюшка, особенный мирской святой человек. Можно было заинтересоваться таким. А Григорий Ефимович мог производить впечатление своей силы и утешения. Он не был никаким гипнотизёром или жерлатаном, а просто своей силой действовал на людей. Нельзя же забывать, что учёный-монах и богослов отец Феофан счёл его как святого и всегда вначале был в радости от общения с ним. Чему же удивляться, если и в царском доме, и у великих князей увлекались им. А царица, несомненно, была религиозной женщиной, и вдруг такой наставник и утешитель. Да ещё в труднейшую эпоху после неудачной войны с Японией, во время Первой революции, а потом и во время Первой войны с немцами. Всякому верующему человеку при таких условиях захотелось бы услышать голос человека Божия. Легко сказать «Святому Бог открыл то и то», а царица считала его за святого. А что он происходил из мужиков, так это придавало ему особенную привлекательность сам народ в лице Григория Ефимовича, говорит непосредственно с царём народа. Немалое, но никак уж не главное, не первостепенное значение в увлечении им была болезнь наследника – слабость кровеносных сосудов. Этому обычно подают чуть ли не важнейшую роль вере царица Распутину, которая будто бы облегчила эту болезнь. Если это и верно, нужно думать, что-то было тут истинного. То вера матери в исцеление её сына лишь увеличивала почитание её старца-чудотворца. Как и относился к нему сам государь, я не имею окончательного мнения. Некоторые думают, что он терпел всё лишь ради царицы и сына и не мог поступать против более сильной воли царицы. А есть основания предполагать, что и он любил Григория, ведь он был человек, нуждающийся в утешениях и советах, и он был искренним верующим в Бога и Божьих людей. Вероятно всего, у него сочетались обе причины – личная нужда, советники и влияние царицы. А когда Распутин получил силу у царей, как он тогда выражался, тогда очень многие люди среди придворных и высших кругов начали искать с ним знакомства, чтобы через него добиться чего-то, чего-либо у царей. И добивались, при вере их, они, конечно, шли навстречу рекомендациям его. Несомненно, и сами они советовались с ним при назначениях разных лиц на государственной должности. Тут уж начала разыгрываться такая в их канале вокруг Распутина, что иногда кажется почти сказкой. Кого только не бывало в приемной у этого сибирского крестьянина, друга царей. И понятно, такая роль его постепенно начала еще больше подрывать и расшатывать трон, который без того же шатался. А дальше пошли слухи о его личной жизни. Доходили они и до нас с отцом Феофаном. Но он долго не верил им, а я уже начал сомневаться. Прежнее очарование от Григория стало слабеть и у нас. В это время мне пришлось увидеться с царицей, дело было так. Я давно мечтал об этом, еще бы, увидеть царя и царицу. И говорить даже с ними. При моем воспитании какое-то счастье. Я через Григория Фимча попросил царицу назначить мне свидание. Оно должно было состояться у предзанной царскому дому Фреллины. В. Но с нашим поездом в царское село случилось маленькое крушение. И я опоздал на час или два. Поэтому был принят уже во дворце. Царица вышла в серо-сиреневом платье. После приветствия она начала разговор, поразивший меня крайним пессимизмом ее. Ах, как трудно, как трудно жить, как трудно, что и умереть хочется. Боже мой! А я-то ждал солнечного очарования царицы. Вместо же этого она еще сама жалуется мне на невносимое горе. Конечно, только делала честь ее скромности и доверию ко мне маленькому человеку. Но больше отозвалось жалостью в сердце моем. Как умереть? Вы же царица! Вы супруга царя! Мать-наследник! Как же умереть? Ах, я знаю! Я все это знаю. Но так трудно, так трудно, что умереть легче. Не знаю до сих пор, как я в тот момент не бросился от жалости в ноги ее. Почему я не плакал? Ведь мне и обычное горе людское перенести трудно. А тут царица и почти в отчаянии. Слишком неожиданно было все это. Потом она начала сразу говорить о Григории Ефимовиче. Какой он замечательный, какой святой, какой благодатный. Вот тут я собственную ушами услышал и с очевидностью убедился, как возвышенно смотрел на него царица. Меня удивило только то, что она выше меры отзывалась о нем. Я попытался было несколько смягчить и ослабить такой восторг ее, но это было совершенно бесполезно. Потом от Григория Ефимовича она пришла к русскому народу вообще и стала отзываться о нем с любовью, какой он хороший, в душе верующий. На Западе уж нет ничего такого подобного. Уезжал от нее я с непонятной мне тоской. Потом постепенно начали вскрываться некоторые стороны против Распутина. Епископ Феофан, он тогда уже был ректором Академии, и я увещевали его изменить образ жизни, но это было уже поздно. Он шел по своему пути. Епископ Феофан был у царя и царицы. Убеждал уже их быть осторожными в отношении Григория Ефимовича. Но ответом было раздражение царицы, очень чувствительно отразившейся на здоровье ее. Потом выявились уже и совершенно точные документальные факты. Уже епископ Феофан порвался с Распутиным. По его поручению я дал сведения для двора через князя О, ездил к другим, но нас мало слушали, он был сильнее. Тогда царь затребовал документы, часть их была передана епископу Феофану мне на хранение. И я, сняв с них копии, отвез их в Санкт-Петербург митрополиту Антонию для передачи царю. Ничто не изменило дело. Пытался воздействовать санкт-петербургский митрополит Владимир, но без успеха. И был зато, как варили, переведен в Киев, где в 1918 году убили большевики. На место его был назначен митрополит Петерим, удаленный при революции. Обращались к царю, члену Государственного Совета, напрасно. Впал в немилость за это же и новый обер-прокурор Синода Самарин. Очень чистый человек. Отстранен был и Тихомиров, бывший революционер народоволец, а потом защитник идей самодержавия, друг царя. Собралась однажды группа интеллигентов написать открыто письмо царю, но Тихомиров убедил их не делать этого. Все бесполезно. Господь закрыл очи царя, и никто не может изменить этого. Революция все равно неизбежно придет. Но я говорил, он дал клятву Богу не принимать больше никакого участия в ней. Революция дьявола. И вы своим письмом не остановите, а лишь ускорите ее. Моей подписи не будет над письмом. Группа согласилась с ним, и письмо не было выпущено. Возмущение против влияния Распутина все росло, а вместе с тем росли и нападки на царский дом. Тогда решено было устранить его. Произошло известное событие в доме князя Ю. Но цариство осталось верной себе. Она и по смерти Распутина ездила на его могилу. После революции могилы и прах его были уничтожены. Так трагически кончилась эта печальная страница. Один из выдающихся архиереев на интимный вопрос верующего дверянина из выдающей старой революции семьи Б ответил ему в том смысле, что так, где и нужно. Но Б еще более смутился от такого письма, потому что подобное убийство казалось ему очень грозным признаком, который этим не останавливал революцию. А несравненно сильнее толка ее вперед. Скоро разразилась она. Писали, что Распутин был против войны с немцами. Возможно, я после 1908 года был уже совершен в стороне от всего этого. Когда была объявлена война, то по всей России пронеслось патриотическое движение. Народ в Санкт-Петербурге колено преклоненно, так мне помнится, стоял на площади перед Зимним дворцом, когда царь вышел на крыльцо. Но мое впечатление сейчас осталось такое, что о мирских, сердских, крестьянских массах, рабочих я мало знал. Водушевления не было, а просто шли на смерть, исполняя долг по защите Родины. Ничего особенного за эти три года войны, что я мог бы вынести в свои записки, не помню. Разве лишь могу вспомнить известную дурную речь члена Думы Милюкова, брошенную им в лицо царицы с разными обвинениями? Глупость это или измена? Что угодно, но решительно отвергаю в душе свою мысль об измене царицы в пользу немцев. Этого не было и быть не могло. Фактов таких и доселе не знает история, хотя она и стала против царей. И самый характер царицы не запускает такого лицемерия. А подобные речи думцев лишь разжигали революцию и ослабляли энергию сопровождение немцам. Впоследствии таким ораторам самим пришлось испить чашу изгнания, а некоторым отдать и жизнь. Помню лазареты с тысячами раненых. Были они и в здании нашей Тверской семинарии. Солдаты были мирные, терпеливые, тихие люди. Ничего революционного я и не видел тогда в них. Правда, не замечал я и геройского желания скорее возвращаться на фронт, но не было и протестов. Воевать нужно, размышлять не о чем. Посещали более крепкие раненые богослужения в семинарском храме. Не слышно было о безбожниках из них, но не было и особенного усердия к молитвам. Духовенство интеллигентное. Устраивали им всякие чтения. Нас слушали спокойно. Не помню ни одного случая какого-нибудь выпада со стороны солдат. Царь до своего командования армией обижал один или с царицей лазареты. Прижал их в Тверь. Не было ни воодушевления, ни протестов. Все прошло как-то очень просто. Запомнился мне лишь один комический случай. В одной из площадей Твери, перед присутственными губернскими учреждениями, царь вышел из лазарета и сел в свой автомобиль. За ним усаживались другие свита. Вижу один генерал-адитан, князь Н, необыкновенно золоченный человек, с трудом втиснулся в автомобиль. И один занял все место. Стоявший возле меня мужичок, уяв эту картину, беззлобно слыбку признёт медленно. «Эх, дяденька!» Никакой революции в этом я не заметил. Семинаристы ждали царскую семью в наших лазаретах, но не дождались. Тогда они не все отправились на вокзал в виде царя. По просьбе архиепископа нашего Серафима он вышел на площадку вагона с улыбкой. Мы прокричали ему «Ура!» и этим утолили огорчение наше. Казалось, будто всё мирно внутри страны. Война стала затяжной, позиционной, армии окопались и не могли уничтожать одна другую. Сила наших союзников нарастала, можно было ждать победы. И вдруг разразилась катастрофа. Хотя многие из нас и ожидали её прихода, но всё же сам этот момент оказался неожиданным. Мне на всю жизнь врезался в память тогда доклад о пчёлах. Кажется, в Петрограде уже началась революция в конце февраля, а мы в Твери ещё ничего не знали о том. И в одном интеллигентном кружке преподаватель гимназии Платонов, родом из духовной семьи, читал мирнейший доклад на симпатичную тему «Жизнь пчёл». С той поры я узнал и запомнил, что шестигранные ячейки с острым срезом их концов являются единственной наилучшей математической формой, в которую удобнее всего и больше всего можно было поместить мёда. А ячейки сделать наиболее сопротивляемыми для давления со стороны. Действительно поразительный математический непостижимый инстинкт у мудрых пчёл. Но когда мы тихо и мирно слушали этот доклад симпатичного и умного преподавателя, не думая ни о какой революции, в Петрограде шли уже разгромы. На другой день слухи дошли и до нас. Началась революция. Сразу образовался какой-то комитет общественной безопасности, преимущественных членов кадетской партии и изденцев. Из этого комитета запомнился мне адвокат Червен Вадали и тот самый милый автор доклада о пчёлах Н.Ф. Платонов. На его обязанность возложено было попечение о церковно-государственных делах губернии. Этот комитет взял власть в свои руки и предложил губернатору фон Бюнтингу сдать им дела, а самому куда-нибудь с семьёй заблаговременно скрыться от смертной опасности. Всё это потом рассказывал нам правитель дел канцелярия губернатора Казанский, бывший наш семинарист. На его ответственность возлагается достоверность сообщений. Губернатор действительно отправил своих детей и жену в рождённую баронессу Мантген. Я после видел её во Франции куда-то за город, а сам остался в городе. Отказался признать комитет, но уж ничего не в силах было сделать против него, и послал царю телеграмму. Он исполнил свой долг до конца, лишь бы жила Россия и благоденствовал царь. Но эта телеграмма не дошла куда нужно, так как его самого не впустили уже в Петроград, а задержали на какой-то неизвестной никому Псковской станции. Дно. Какое странное совпадение исторических событий и имён придумать нельзя. Всю ночь рассказывал спокойно, правитель дел, губернатор не спал, а приводил в порядок какие-то дела. В своемную карикатуру в американской печати генерал задаёт офицеру или солдату пачку бумаг и говорит, важно, приведите всё в алфавитный порядок и сожгите. Во всём должна быть дисциплина. Вероятно, Казанский не так ясно передал нам. Но дальше. А потом, отрываясь от дел, губернатор, хотя фамилия была явно немецкая, но он был хорошим православным, часто подходил к какой-нибудь Божьей матери, стоявшей в его кабинете, на коленях молился. Несомненно, он ожидал смерти. Готовался исполнить свой долг присяге царю до конца. Что и говорить о тудостойном уважении и симпатии во всеми вина и при всяких образах правления. Вице-губернатор Г. уехал заблаговременно на фронт и поступил в действующую армию. Вечером того же дня, вероятно, 1 марта. Во всяком случае, накануне взрыва в Твери прибежал ко мне отец Якон. Его сын чудный юноша Миша Покровский, первый ученик 4 класса, ушел добровольцем на войну и в это время был уже офицером из верных войск, стоявших за Тверью. Упавший мне в ноги, этот смиренный раб Божий, Сызак обратился ко мне, очевидно, по поручению сына с мольбой. Завтра будет здесь революция. Что же делать Миши? Очевидно, совести отца и сына мучилась над этим вопросом. Я ему ответил, ничего же невозможно сделать, революция неизбежна. Миши не остановить ее, лишь сам погибнет, пусть предоставит все уходу событий. Отец ушел, что был с Мишей, не знаю, вероятно, принял мой совет. Неспокойно спала я, что-то будет завтра. Я решил встать рано и пойти в кафедральный собор к ранней обедни. В 6 часов утра помолиться уже было светло. Зима еще стояла, и по земле явилась мелкая вьюга. Неся сухой злой снежок. Было пусто. Город точно вымер. Или еще не началась дневная жизнь. Или же люди прятались от грозных событий. В соборе, кажется, никого не было, кроме священника и рядового дьякона до сторожа. Звонко отдавались. В высоком пятиглам храме молитвы было жутко и тут. Отстояв службу, я решил пойти к своему духовнику, хорошему, и романаху архиерейского дома. На всякий случай нужно исповедаться, думал я. Мало ли что может случиться ныне со мной. Духовник принял меня ласково, после исповеди угощал чаем с вареньем, и мы озабоченно разговаривали о событиях дня. А в эти часы вот что происходило в городе и за городом. Запасные войска, их было, как говорят, до 20 тысяч, пошли в город беспорядочной массой. К ним пристали рабочие загородной фабрики Морозской мануфактуры. Эти тысячи направились, конечно, к центру власти, к губернаторскому дому. А некоторые из солдат, заничевавшие в городе, успели уже учинить убийство. Пишу по циркулировавшим тогда слухам. Один из них не дал чести, встретившись с ним в молодом офицеру, то сделал ему выгород. Это было довольно. Офицеру оскорбили как-то еще. А он тоже не сдержался, и толпа хотела учинить над ним насилие. Он побежал, толпа за ним. Он спрятался на чердаке церковного дома. Но его там нашли и выбросили через слуховое окно с третьего этажа на землю. Очень дурное предзнаменование. О губернатору полиция по телефону сообщила обо всем. Видя неизбежный конец, он захотел тоже исповедиться перед смертью, но было уже поздно. Его личный духовник, прекрасный старец-паратерей Лисаклинский, не мог быть осведомлен. Времени осталось мало. Тогда губернатор звонит векарному епископу Арсению и просит его исповедовать по телефону. Это было, вероятно, единственный в истории случай такой исповеди и разрешения грехов. И партиальный архиерей Серафим был тогда в Петрограде. В это время толпа ворвалась уже в губернаторский дворец. Кажется, он был построен еще во времена Александра I для его сестры, княжны бывшей, тогда замужем за губернатором. Учинила, конечно, разгром. Губернатора схватили, но не убили. Почему-то совету не знаю, повели его в тот самый комитет, который уговаривал его уехать из города. И вот я, грешный, с духовником был свидетелем следующей картины. Я ее опишу подробнее. Ведь так начиналась бескровная, в кавычках, революция. Сначала по улице шли мимо архиерейского дома еще редкие солдаты, рабочие и женщины. Потом толпа все сгущалась. Наконец, видим, идет губернатор в черной фирменной шинели с красными отворотами и подкладкой. Высокий, плотный, прямой, уже с проседью в волосах и небольшой бороде. Впереди него было еще свободное пространство, но сзади, из боков, была многочисленная сплошная масса взбунтовавшегося народа. Он шел точно жертвой, несмотря ни на кого. А на него, как сейчас помню, заглядывали с боков солдаты и рабочие с недобрыми взорами. Один солдат нес правой руке, а не наполчая винтовку, и тоже враждебно смотрел на губернатора. Комитет находился в городской думе квартала за два-три от собора и дворца. Я предложил духовнику подняться на второй этаж, где жила часть соборного духовенства, старый умный, образованный кафедральный протерей, отец Соколов и другие. Что может статься и духовенством теперь? Лучше уж встретить смерть всем вместе. И мы были свидетелями дальнейших событий. Толпа, вероятно, требовала от комитета убийства губернатора. Но он не соглашался и предложил посадить его под арест на губернатор. Это одноэтажное небольшое помещение было между собором и дворцом. Рядом стояла традиционная часовая будка, расписанная черными и белыми полосами. Толпа повела губернатора по той же улице обратно, но кольцо, ее уже зловеще замкнулось вокруг него. Сверху мы молча смотрели на все это. Толпа повернула направо за угол реального училища в Гаупфахте. Губернатор скрылся из нашего наблюдения. Рассказывали, что масса не позволяла его арестовать, а требовала убить тут же. Напрасно были уговоры. Вышел на угол, это уже в нашем поле зрения, червен водали. Влез на какой-то столбик, начал говорить речь, очевидно, против насилия. Но один солдат прикладом ружья разбил ему в кровь лицо, и того повели в комитет. На его место встал полковник Полковников, уже революционно избранный начальник, и тоже говорил. Но прикладом ружья и он был сбит на землю. А мы духовные. Я думал, вот бы теперь пойти и тоже сказать, не убивайте. Может быть бесполезно, а может быть и нет. Но если мне пришлось бы получить приклад, все же я исполнил бы свой нравственный долг. Увы, не я, никто другой не сделали этого. И с той поры я всегда чувствовал, что мы духовенство оказались не на высоте своей. Несущественно было к такой политической группировке относился человек. Спаситель похвалил и самарянина, милосердно перевязавшего израненного разбойника иудея врага по вере. Думаю, в этот момент мы, представители благостного Евангелия, экзамена не выдержали. Ни старые претерии, ни молодые монахи. И потому должны были потом отстрадовать. Толпа требовала смерти. Губернатор, говорили, спросил, я что сделал вам дурного, а что-то нам сделал хорошего. Передразнил его женщина. Рассказывали еще и о некоторых жестокостях над ним, но кажется, это неверно. И тут кто-то, будто бы желая даже прекратить эти мучения, выстрел из револьвера губернатора в голову. Однако толпа, как всегда бывает в революции, не удовлетворилась этим. Кровь за разные вещи. Его труп изъекли на главную улицу около памятника прежде убитому губернатору Слепцову. Это мы опять видели шинель, сняли с него и бросили на кругу верхушку небольшого деревца около дороги, красной подкладкой вверх. А бывшего губернатора толпа стала топтать ногами. Мы смотрели сверху и опять молчали. Наконец, это было уже верно. К полудню или позже все опустело. Лишь на середине улицы лежало растерзанное тело. Никто не смел подойти к нему. Оставив соборный дом, я прошел мимо него свою семинарию, удреченную всем виденным. Не пойди я на раннюю службу исповедь, ничего бы того не видел. В чем тут промысел Божий? Темным вечером тайно прибыл викарий епископ Арсений, исповедавший убитого утром. И вместе с духовником отцом Лисоклинским взяли на вазок тело и где-то тайно похоронили. Червен Вадали после был министром юстиции при адмирале Колчаке в Сибири и был тоже убит. Полковник же Полковников был, если не ошибаюсь, потом комендантом или начальником эволюционного гарнизона в Санкт-Петербурге, где Платонов, не знаю, епископ Арсений при советской власти был в Ростове-на-Дону, так и открылся первый день революции в нашей Твери. Семинаристов мы распустили лишь за 2-3 дня, перед этим за недостатком средств на содержание. Дальше припоминаю два собрания педагогов и духовенства. Не помню, дня через 3 или 4 после полного переворота в зале мужской гимназии собрались педагоги всех учебных заведений, включая ниши, чего прежде никогда не бывало. Был около 200-300 человек. Какой-то комитет, неизвестный мне, кем избранный, предложил резолюцию. Приветствовать новое революционное правительство, возглавлявшееся тогда князя Львовом. Заранее была заготовлена резолюция. Прочитали её нам. Должно быть, там употребило и слово «бескровный», а у нас только убили и стоптали губернатора. Но если Твери это слово и опустили, то повторяли его по всей России. Суть одна. Председатель совершей преподаватель гимназии Андреев тоже из семьи духовенцев спрашивает, «Все ли согласны?» Несколько человек отвечают, что согласны. «Несогласных нет?» «Я не согласен», — говорит Сместо. Молчание и замешательство. «Рядом со мной сидел директор коммерческого училища, он же соборный староста из давнего рода цирских купцов Коняевых. Изящный, тонкий, благовосписанный, деликатный, он, ставший нежно и почительно, обращается ко мне с опросов. Ваше высокопреподобие, Отец Архимандрит, в такой исключительный час вы разошлись с большинством. Не соблаговолите же поделиться с нами мотивами, какие побудили вас к такому решению. Я не только ректор семинарии, но еще и представитель церкви. Вы теперь торжествуете, но неизвестно еще, что будет дальше. Церковь же в такие моменты должна быть особенно осторожна. Я сел, никто, конечно, ко мне не присоединился. Через несколько дней я был в Петрограде. Нужно мне было посоветоваться с митрополитом, теперешним Сергием. В здании Синода меня встречал бывший мой слушатель по Духовной Академии Протерей О. И, улыбаясь, дружественно спрашивает меня, вы отказались послать педагогами приветствия Временному правительству? Да, а вы почему знаете? Известную же Синоду. Телеграммы педагогов так и сказано. Все, кроме ректора семинария Архимандрита Вениамина и прочее. Очевидно, правительство послало Тверскую телеграмму на распоряжение Синода. Но богомудрые отцы Синода сдали и вероятно в архив. Мне же не сделали и замечания. История после показала, что я был прав. А интеллигенты впоследствии встали на путь саботажа и пострадали. Церковь же устояла. Другое собрание сделано было духовенством Твери, потому что рабочие будто подозрительно смотрели на молчание церкви. Отцы собрали в женском епархиальном училище. Председательствовал викарий, епископ Арсений, один из протереев, член Государственной Думы. Т. произнес горячую речь, что это вот и теперь они стали свободны, что не нужно лицемерить, называя царя благочестивейшим и прочее, и прочее. Попросил слово и я. В противорез отцу Т. я сказал, что лучше нам молчать. Если мы лицемерили до сих пор, но я говорю, лицемерно признавал царя и молился за него, то кто нам поверит, что мы не лицемерим теперь приветствие правительства и так далее. В заключение предложил воздержаться от приветствия, это будет достойнее моей радости. Собрание согласилось со мной, а не с отцом Т. В тот же день я уехал в Москву повидаться с друзьями. Через два дня возвращаюсь обратно. И еще на вокзале встречают меня друзья тверские. И говорят, что духовенство вторично собралось там же для нового обсуждения телеграммы. Я с вокзала прямо в женское училище, увы, опоздал. Уже приняли решение о посылке приветствия, и теперь комиссия вырабатывает текст его. Я встречаю епископа Арсенди с недоумением. Он ответит, он отводит меня в сторону и простительно говорит, отец ректор, оставьте их. Мы с вами монахи, а у них же жены, дети, поймите их. Но я неразумно все же упросил включить и меня в комиссию по выработке телеграммы и постарался смягчить ее, насколько что наше тверское духовенство, как припоминаю, не получило даже благодарственного ответа. Так реагировал на вторую революцию народ, общество и духовенство в городе. А что было в селе, я узнал на Пасху уже в последующий год, когда мужики собрались делить господские и купеческие земли. Пригласили наших родителей, чего раньше не делались с нами, как людьми из другой деревни. На этот раз им было интересно залучить и отца с матерью, у которых дети ученые. Хотелось робким людям, еще не привыкшим к революции, и как бы еще чего там ни случилось далее, заручиться и косвенным согласием ученых. Я на сходку не пошел, обратилась в мать с отцом, вижу в недоумении, спрашиваю, что? Доделили землю, луга, молчу, обращаются ко мне, но и решительно. А что, не взять ли нам десятину? А? Нет, мама, не нужно. И не взяли, а после у них отобрали и последнее. Ее листью шубу, данную ей, приданную сорок лет назад, мебель из домика нашего, четыре меры запасенного пшена и тому подобное. Тяжело было, но вытерпели. Известно, как разбирали поместья крестьяне, но я сам не видел этого, жил в городах, и потому описывать не могу. Когда обратился из Санкт-Петербурга тверской архиепископ Серафим, человек ярких правых убеждений, и партиальный съезд проголосовал об удалении его и избрал векарного архиепископ Серафим. Долго боролся против такого экономического самочинства, однако вынужден был все же уйти. Впоследствии он был митрополитом в Петрограде. Советская власть не тронула его. Я выразил открытое сочувствие архиепископу Серафиму. Как я сказал, после февральской революции уехал в Москву, но в вокзале нет извозчиков. Пошел до Кремля пешком. Иду между соборами пусто, безлюдно, лишь встречается случайно Малашенко и Лукава. Насмешливо, смотря на меня в клубике, извинительно спрашивает, «Что, просягнули товарищ правительству новому?» Я ничего не ответил. А нужно сказать, я действительно никому после революции не присягал. Как-то прошло мимо. Среди знакомых я посетил Тихомирова. Он был хмур. Между прочим, я спрашивал его, «Как вы думаете, долго ли продержится эта бескромная революция?» Некоторый один, например, бывший министр Кэ, говорил, «Ну, две недели. Думаю, скоро всё придёт в порядок. Ещё никогда в мире не было ни одной бескромной революции». А о двух неделях он саркастически улыбнулся. «Дай Бог, если бы через десять лет кончилась она». Посетил несколько духовных лиц. Митрополит Московский, бывший архиерей Тобольский Макарий, старец благочестивейшей жизни, и миссионер Сибири должен был уйти со своего поста, как человек, которому ставили вину сопротивление Распутину. На его место потом избрали Тихона, последствия патриарха. Если Бог даст, тяжело мне читать, с моим больным горлом, но настолько интересно, друзья. Всё нечестно, что мы недалеко ушли. В теперешнее время всё может быть. А результатом, как мы все знаем, наше духовное состояние всех этих революций.